здравствуйте дорогие зрители с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадим мы продолжаем проходить кампанию по сами знаете какой игре или вы сами знаете какой игре а также я думаю что мы уже достаточно подросли чтобы во первых этих зачистить а может и нет не знаю не знаю кстати тут уже враг это забавно дюжины джи а их там всего дюжина скорее всего джинал но в общем это самая сложная миссия на самом то деле вот что я могу сказать из тех что у нас будет за этого чувака так и давайте же чего нибудь замутим интересное такое у нас же нет нормальных заклинаний что очень даже мне не нравится как то вообще ни о чем компанию тупо слили меня это бесит так сотворить иллюзию но не знаю сотворю иллюзию джина оу джин и джин и джин 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 и да ну не трогайте швы джинал и убили джинов ублюдки сволочи они убили джинов так минус один тигр ну здесь нужно вот так вот поставить а эти пусть здесь и стоят два золотые големы или три белые тигры конечно же три белых тигра мне давайте могу ли я здесь кого то да наконец то я могу кого то здесь замочить немножко совсем увидите он поглотил еще один что то там так вы не стреляйтесь давайте так 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 вопрос кого мне стрелять но в этих давайте стрельнем посмотрите как они далеко бегают нет все таки видите сложно нам что то делать тигры просто бешеное количество хитпоинтов имеют так а сволочи джиннов не трожь не трожьте моих джинов ублюдки просто ублюдки я вам отомщу клянусь а мамой и всеми остальными так давайте ка убьем что ли побольше этих чуваков и думаю вот этих надо убивать так ой ужас сколько мы потеряли просто ужасно огромное количество всех потеряли все из-за моего непрокаченного героя следопыта ему давайте таким все таки так и давайте что ли его отделим чтобы он мог пособирать здесь вещи а не сможет сюда зайти зараза очень очень плохо это так тут какой то алтарь кариос еще какая то шняга или шляпа нам нужен алтарь кариос а на него короче нужно больше денег это без того было ясно ну на драконов два дракона не двух драконов мы не одолеем одного можно было бы попробовать но двух думаю не получится теперь значит нам нужно собирать юнитов в принципе можно еще на бедус пойти а почему бы и нет давайте просто прямо сейчас пойдем на них а там уже видите синий что-то бесится любит он беситься вот и бесится так у нас уже десять десять мать их не знаю кого двенадцать нужно а у нас десять значит нужно поменять лишнее стоп а ну да там же не требуется руда так что все норм у нас очень много джинов отлично берем значит здесь джинов потом нужен караван сарай будет и возьмем еще джинов себе джинны это залог успеха 17 этих как их там медуз как вы думаете как я их собираюсь победить а вот просто очень даже просто я их победю вот этим вот заклинанием кстати мы бы могли их даже с тремя джиннами победить если б я знал так давайте ка урона мы еще добавим тоже уроном а вы продолжайте песню мира их успокаивать нет стрелять мы в них не будем в них лучше так вот атаковать а еще лучше магией вот видите все не так сложно как я думал должно быть я просто мне надоела компания и вообще герой 4 раз я так хреново играю ну что ж надо проходить все равно так ну синего я не знаю вынесем мы нет у нас уже есть караван сарай что я признаюсь сразу неплохо ну вот этот наш уголок он просто отвратителен так у нас здесь все вкачано в этом плане нужны только существа следующего уровня здесь значит у нас что здесь бы нам алтарь грез тоже построить но это это не как сейчас у нас все орды первого уровня как мы построим здесь алтарь какой то сраный берем значит больше джиннов больше этих парней ну не знаю полурослики все остальные брать их не брать в армию от них толку ну по крайней мере от вот этих вот от гномов толку мало они чисто танкуют иногда только и все поэтому давайте их что ли уберем и будем вместо них опять же джиннов юзать зато из алтаря грез можно будет призвать еще дополнительно джиннов хотя хз давайте купим всех пусть будут и пойдем на этих джиннов джинны против джиннов кто победит конечно же джинны потому что они все джинны так так отлично хорошо вот эти вот големы будут танковать по крайней мере я так думаю ну давайте джиннов стоп а мы с их не сможем особо джинны не могут джиннами ничего особого такого сделать поэтому нам нужно что-то такое творить невероятное я бы сказал видите то есть нам надо больше джиннов как это не странно еще нам нужно чтобы эти чуваки чаще ходили капец просто так практически всех убили о они они ледяной стрелой не пользуются это везет нам на самом деле нам очень везет вот а сможет ли он убить этого джина нет не смогу блин больно же как мне закрыть моих джиннов джиннов бедные мои джинны ублюдки джинны не трогайте моих джиннов они как мои яйца они очень чувствительные есть убили но здесь будет сложно как они видят моих джиннов джиннов как они их видят высматривать же и убивают сволочи все еще и теперь иллюзии кастуют но что это за фигня он еще и прикрылся какие же они хитрые и умные еще одного джина потерял сдохните наконец-то будьте вы прокляты джинны долбаные ненавижу вас мой герой слишком слаб чтобы с вами бороться шесть целых шесть джиннов я потерял но убил 24 что уже неплохо на самом то деле рукопашный бой нам нужен думаю не нужен мы будем магией хреначить всех так так и пойдем сюда нужно этого синего побыстрее замочить или хотя бы отхватить него какой-нибудь замок потому что если он разовьется то нам мало не покажется с нашими ограниченными весьма скажу я так ограниченными ресурсами мы хорошего боя мало кому можем дать вот это вот неплохое а стоп а то есть здесь уже разграбили я не помню кто здесь сидит по моему здесь вампиры сидели но если здесь сидели вампиры то это совсем нехорошо на самом то деле для нас ой стоп у нас же это джинница скоро точнее уже можно ее построить у нас же есть много кристаллов и мы можем обменять а золото нам хватает но чего-то другого не хватает нужна библиотека окей тогда на следующем ходу построим ее а где синий тут кстати у нас очень много врагов а тут смерть ну смерть мне не нужна на самом то деле и давайте посмотрим кто у нас здесь воин и некромант на самом деле я не уверен что мы победим если они на нас нападут но попробовать стоит попробовать всегда стоит если дело не касается анального секса так пять зомби ну что ж попробуем а почему я не могу дальний бой ну ладно почему я не могу в дальний бой прикольно звучит это потому что я наверное польша не знаю откуда это поговорка типа любят некоторые выдумывать всякие тупые поговорки так нет никого смотрите мы могли переманить из вражеской армии существо прикиньте довольно таки странно кто это воин смерти и еще один воин смерти и все первоуровня но они усиливают свои войска поэтому в принципе их надо убивать но я думаю лучше вот этих вот убить потому что они ману высасывают нет вынес как они смогли убежать надо было тогда их отпустить если б я знал у них кстати вообще что то даже треть слушайте а может это действительно так было сделано ой извините это у меня микрофон немного парахлит так вот может быть действительно так и учитывалось что типа я должен быть слабым и все такое ну и все остальные будут еще слабее меня просто напросто попробуем к некроманта завалить сразу потому что он самый опасный он может на призывать всякого дерьма а также вот как вы видите воровать может другое всякое дерьмо но он умер что нам естественно только в плюс блин и что мне теперь у меня нет телепортации блин как хорошо было с телепортацией вот вы подумайте сейчас нет телепортации и нехорошо совсем нехорошо так ну духовную броню давайте на гномов наделаем ну все этому джину хана джин ты можешь что-нибудь такое сотворить интересное перед смертью так этого подведем чуть ближе кхм да попробуем ага подлетели сволочи так и значит ты теперь замедление ты убиваешь его а зачем тогда на него замедление кастовал если его убили уже так церберы церберы довольно таки опасные чуваки что я могу этому всему противопоставить могу их фигачить просто могу не просто фигачить но итог будет всегда один долбаные призраки так призраки значит у нас да фигачим их чем можем смотрите кстати очень эффективно фигачим угу и что вот эти вот все они медленные на самом то деле скелеты там всякие и трусливые так что нам надо их еще отрусять и замедлять так 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 а ты стой чтобы он короче поглотил на себя ответку то есть иногда лучше не атаковать а просто стоять а именно защищаться защищаться по моему оно что то или защиту повышает или что то вроде того если есть такой параметр разумеется так у этих всех мораль очень хорошая долбаные церперы ну пусть трусость будет так заклинание ты значит этих убивай и ты тоже этих убивай а то они подлетят близко к джинам и будет жопа а жопа нам не нужна так пусть бегают мы их выманим так этих сюда этих убьем этих тоже убьем и этих начнем убивать потихоньку долбаные скелеты не трогайте моих скелетов ой долбаные скелеты не трогайте моих скелетов это я уже немножко тупанул ну что я могу подумать м продолжаем значит сюда бежать как то совсем медленно пошла игра или мне кажется да ну сколько можно герой ты че там сидишь ублюдок ждал пока я раздолблю его двери а всего то ничего его убить было ничего у меня теперь следопыт есть второго уровня и кстати кошель золота есть так магистрат мавзолей то есть я могу получить доступ к вампирам но они мне по сути то не очень то и нужны это во первых во вторых если я сделаю иллюзию вампира то она будет высасывать здоровье если иллюзия джина влетает то будет ли иллюзия вампира сосать здоровье или просто сосать не знаю к тому же мораль они будут портить в армии поэтому я не думаю что это хорошая идея их покупать а вот бутылочек я бы купил главное купить куб правильному герою главного героя но в принципе и главному и правильному и так далее кстати насчет вот видите тут вары нам доступны что очень даже неплохо а также нам доступны заклинания каких школ порядка вот кстати у нас школа порядка хаоса и смерти вот то что хаоса доступна это тоже очень хорошо смотрите как я быстро их завалил довольно рано я сюда пришел давайте даже сделаем вот так вот рынок поменяем все и наймем героя вора который будет нам разведывать новые территории которые у нас открылись а также сюда нужно прислать лорда из страны порядка но это я так понял не весь синий то есть он нам будет еще опротивляться скажем так пришлет с другого замка хотя хз вообще может это его единственный замок почему то я сомневаюсь в этом по-моему я где-то еще видел именно отряды синего так нам нужен лорд желательно хороший лорд так через шесть дней нет это нам не годится лорд нам нужен сейчас а не через шесть дней а еще лучше найти где-нибудь то есть способ из химеры вот сюда найти способ лордов прокачивать где-нибудь но к сожалению у нас не замка хаоса нифига нету нормального такого для прокачки лордов да здесь у нас значит юниты которые в принципе говорят о том что сюда синий не ходил вроде бы вот так вот все относительно вроде бы не ходил бы и так далее и к сожалению нашего героя до сих пор нету этого снижать штраф передвижения подник незнакомой местности сейчас странно это типа снижать штраф передвижения мне казалось оно типа наоборот ускоряет передвижение что то это очень странно ладно нектар бессмертия выпьем пригодится чай и тут у нас тут у нас очень хорошая штука и драконы очень хорошая штука и драконы очень хорошая штука и драконы что нам важнее я не знаю стоит ли сейчас сколько там нужно 3900 опыта брать это дерево или не брать давайте возьмем полностью снижает что снимает штраф передвижение ну блин почему нам не предлагают магию магию порядка второго уровня всего лишь мы знаем это вообще дерьмово потому что ну блин второго уровня всего лишь да всего лишь второго уровня моя порядка как так да что еще за дерьмище такое будем вот этих сейчас чуваков зачищать и нужно вот сюда прибежать но это мы все сделаем в следующей серии а сейчас я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр всем пока пока спасибо за просмотр